ну по сути все очень просто у нас есть скажем поставленные какие-то элементы движущейся частей поезда вот и во первых есть что есть вот такой вот как его назвать не знаю в общем поршень как я его сделал то сейчас давай я открою все кости вот ну по-моему но где-то да вот она вот эти вот косточки отвечает как раз за движение поршня как я их сделал так во первых смотри вот какая анимация идет а у нас косточки двигаются то есть это которая здесь красненькая она привязана к колесу естественно когда мы здесь крутим все это хозяйство вот эта косточка ездит только вперед и назад все очень просто вот как это было сделано вот это сейчас я удалю мы создаем кость то есть create systems bonds выбираем сплайн и к solver ставим здесь галочку санта children на сан тут автоматически ставит и им эту галочку не трогаем вот ну и соответственно создаем какую-то ну предположим вот такую его цвеста то есть имитация как раз того что нам нужно то есть я создал всего две косточки вот такие вот нажимая правой кнопкой мыши он меня спрашивают какие-то параметры мы на них забиваем и жмем окей вот создается вот такая штука во первых мы выбираем здесь control point и то есть помощью этих control point а да мы можем перемещать скажем линию по которой движется кость то есть по сути сплайна к solver да позволяет нам двигать все косточки по какому-либо сплайна то есть если я сейчас так нет это не работает если я делаю вот так в общем сейчас покажу смотри хватаем вот эти вот point и да на нем не синенькие были и жмем разлинг анлинг selection соответственно они у нас перестают быть с чем-либо связаны теперь вот это вот хреньку вот и начинает дергать соответственно очень хорошо видно что мои кости движутся вдоль сплайна четко вдоль сплайна однако наш сплайна у нас такой отгнутый некрасивые что мы можем сделать смотри мы сплайн этот выбираем заходим кладочку модифай и выбираю здесь от нее сплайн и к solver которые по умолчанию здесь втыкнут а line переключаемся в этот момент у нас так вот давай вот вершиночки выберем не переживай если у тебя собьются собьется в юпорт то есть мы сейчас просто выбираем все вершиночки если ты сбился в юпорту не переживай когда мы это уйдем отсюда то у нас вернуться на место выбираем короче говоря вершиночки и в их типе мы скажем пум 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 где же это тиши это правой кнопочкой корнер то есть прямые линии вот такие вот но ты теперь все мы я тут ухожу да у меня вот вернулся на место вот что мне нужно сделать я во первых второй point оттащу назад чтобы у меня кости двигалась вперед и назад этот point оттащу вперед соответственно теперь сплайн можно даже скрыть чтобы он нам не мешался выбираем крайний point который якобы привязан колесу и он у нас вот так вот ездит то есть все до безумия просто вот однако теперь вопрос как я линковал все колеса сейчас эту косточку удалю вот вернемся обратно к паровозику можно даже наверное скрыть кости свой с костями вот смотри в чем дело я создал вспомогательный сплайн вот такой вот полукруг соответственно когда он крутится у меня у меня вращение колес полностью совпадает с вращением этого элемента как это было сделано смотри все делается с помощью параметра wire то есть привязка два банально создадим какую-нибудь что угодно там пусть будет те под поставлю его сюда от выбираю нашу фигню ли ну вот выбрали ее заходим animation wire параметры wire параметр то есть по сути можно было сюда не лезть нажимаем просто control 5 ну вот раз нажали то нажали у нас мгновенно мышка перемещается в центр пивота нашего объекта позволяя что-то выбрать мы убираем transform rotation ну предположим там ну наверно это будет x rotation и теперь у нас мышка приобрела вид такой вот линии пунктирной то есть также как у нас здесь работа это селекта на линк мы можем привязать что-либо к чему-либо ну и тыкаем на наш диапод здесь нас тоже спросят с чем это фигурина связать связано с y rotation все у нас появляется такая отменюшка которая говорит да все клево замечательно вот и попытаемся мы видим просто-напросто не по той оси это все дергал то просто нужно было изменять x ну давай заново control 5 нажимаем до transform rotation x соединять transform rotation x ok попытка так что за фигня кажется что-то просто не нажимаю здесь я просто очень давно то сидел ну что параметры здесь написано давайте z где-то все должно работать x x rotation ну здесь давайте z тогда что же поделать то ну почему же она не работает то зараза так заново давайте а что если должно работать наоборот мы берем эту заразу x rotation соединяем с x rotation давайте попытка не работает что-нибудь другое y rotation игрок rotation попытка не работает ну что ж такое то так еще раз давайте transform z а все сообразил глупое существо я делал position вместо rotation соответственно 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 нужно взять x rotation привязать x rotation проверка то зараза дубль 100 500 x rotation x rotation x rotation да что ж такое то да что ж такое то а а а так так что если мы забыли что-то сделать так еще раз вращается это дребедение нас по оси x жмем ctrl s ой ctrl 5 rotation x соединяем rotation x нажмем вот сюда вот two way connection ну предположим да или даже вот one way connection во все сообразил в чем проблема то есть нам нужно было здесь вот тыкнуть one way или two way connection и connect здесь кнопочка была ну собственно говоря и вот то есть я просто взял все колеса и привязал к одному элементу конец